твой кофе и горький шоколад так ладно я не знаю я это вот это вот добрый день привет ну типа там приветствую на моем теле это все снимаем суда сушь на самом деле у меня сегодня была идея приготовить мясо барашек скорее всего понятно что не целого барашка но какую-то часть но поступил звонок от моих подписчиков из италии приготовить что-то на тему правильного питания для тех кто хочет посидеть на диете вот ну и прочее и у меня возникла такая идея идея мега классная в следующем видео это получается через неделю я попробую значит приготовить меню целого дня то есть вот именно для тех кто хочет уже начать быть красивыми весна-лето и все прочее вот начать скидывать какие-то ненужные лишние килограммы вот я приготовлю значит меню одного дня включительно завтрак обед и ужин я не эксперт это понятно образование какого-то определенно там еды продуктов питания того сего у меня нет но это реально то что мы пробовали не раз с йенсом и это работает как нечего делать так что приготовлю а сегодня мы будем готовить ты можешь даже прям заснять овощи наши я их называю скучные овощи потому что сами по себе ну понятно что это как взрыв витаминный взрыв вот это понятно но сами по себе но свекла ну и что с ней дальше делать ну морковь понятно что морковь полезно и брокколи топ нереально много цели и вообще рассказывать что они содержат как много они содержат я не буду потому что суши все могут как я зайти в интернет и почитать вот каждый раз когда я прихожу клиенту и говорю а ты знаешь это полезно для сердца или для чего-то он не говорит а кто тебе это сказал я в интернете почитала понятно не знаю может потому что он сам врач и как бы вот это вот кто-то сказал посоветовал или в интернете написали но слушай если все пишут в интернете одно и то же значит они что-то работает короче буду показывать мега классные способы приготовления легкие и вкусные скучные моркови скучного брокколи и скучной свеклы купля закругляешь начнем мы наверное я с моркови я уже тут подготовила всю чищеная разделим ее на две части потому что они запекаться будут 15-20 минут плюс-минус они как бы одинаково запекаются все овощи поэтому я решила и запечь одновременно вот когда мы запекаем они совершенно но они обязаны быть прям вот пропеченными мягкими это не нужно они должны пропечься но тем не менее как бы иметь вот этот вот хруст потому что это овощи ну понятно что как бы превращать их какой-то мармелад мы не будем так морковь у нас готова все предельно ясно и все очень легко так мы сейчас вот так вот красивенько тут выложим так дальше возьмем брокколи и в последнюю очередь уже свеклу потому что там я буду надевать перчатки кстати про перчатки мы уже пошли короче комментарии комментарии что все не так все не то кухня кривая и перчатки якобы надо надевать но это реальный комментарии от живых реальных людей вот не буду надевать перчатки понятно что у меня здесь не производства понятно что как бы я не на фабрике вот я готов для своей семьи вот и потом кому я буду показывать всегда свой новый маникюр в этом захолустье ну вот то есть как бы но свеклое надо работать в перчатках иначе потом будет то что будет вот комментарии кстати пошли уже разные ли не те подгорелые история но что делать тоже комментарий критика критика значит развитие вообще в идеале возьмем тарелку и значит прям конкретно в тарелке брокколи он такой если морковь можно сверху полить бутылочным маслом просто и как бы будет все это очень даже хорошо то брокколи лучше в тарелке смешать с оливковым маслом так сюда соль перец по вкусу понятное дело хорошо смотрится да но когда понятно что мы едим глазами и когда глаза радуются то уже и и хочется это есть перчатки надеты так что ни у кого стресса не должно быть твердый так слушай ну как то вот так потому что они если слишком будут большие они не пропекутся хорошо брокколи у нас уже готов там и масло и соль перец а морковь мы сейчас вот так масло и свеклу а смотри красиво соль перец и сюда чуть-чуть и они такие знаешь получаются карамелизованные так собственно и последнее что мы делаем нам надо натереть пармезан потому что брокколи будет покрываться сверху пармезаном но морковь и свекла вот в таком виде как он есть вот именно пармезан и будет придавать какой-то особенный вкус нашему брокколи иначе он будет и в духовке тоже скучно вот но брокколи с пармезаном но это просто топ тем временем у нас кстати я же не озвучила духовку я уже заранее включила на 200 градусов вот собственно она уже у нас готова будем буду тоже пармезану он прям по вкусу у нас в семье пармезана много не бывает особенно с эмой так что готова ты видишь красота потом это все пропекается горочка покрывается и просто сказка понятно понятно что в идеале вот это все отдельно и конечно брокколи лучше поместить какое-то блюдо чтобы пармезан все что-то будет плавиться она как бы никуда не делать но я надеюсь что они мешают друг другу не будут все да супер слушай ну цвета просто какие-то бомбические все готово 20 минут 20-25 а сейчас кстати мы приготовим песто для моркови чтобы совсем так не было скучно просто запеченная морковь она в принципе будет вкусная но если мы сделаем песто вот морковку макнул просто так ладно для песто нам надо ну я не знаю сколько тут граммов 100 плюс-минус фундук их надо слегка обжарить пока у нас обжариваются обжаривается фундук я натру пармезан потому что он у нас идет тоже в песто ну где-то 50 грамм 50 грамм пармезана 100 грамм считай плюс-минус фундук 100 грамм значит 100 миллилитров оливкового масла соль перец опять же по вкусу и нам нужен будет сок одного лимона тоже подготовим сразу зелень на песто нам еще нужно будет зелень для свекольного нашего салата их надо сейчас чуть-чуть остудить и пиши они даже уже сразу тарелки их по-хорошему можно поместить маленький пакетик как бы потрусить все это слезает лишь шкурка сама уже значит сюда же отправляется наша зелень готова пармезан ковое масло и лимонный сок наш лимонный сок соль перец по вкусу песто наше готово уже нарезаем сыр фета у меня в холодильнике было два вида возможно даже не придется все использовать потому что сыр мы будем использовать на свеклу это как бы будет такая подача салата свекла фета фета и зелень слушай пахнет просто невероятно а теперь можешь прям заснять ближе посмотри ты видишь это как будто это не это как будто не морковь свекла и брокколи скучно и так это на миллион долларов овощи поняла на миллион долларов так мы сейчас это значит расскажем покажем как можно подать всю эту красоту ой ну хорош уже тоже знаешь мы все слушая свеклу благополучно я нарезала 2 а положила в духовку 1 нормально ладно готова значит что у нас происходит со свеклой смотри вообще я еще иногда добавляю сюда грецкие орехи и гранат если есть до гранат вообще идеально сочетается с со свеклой и с грецкими орехами так сейчас осталось нам выложить наше песто на морковь так о и собственно подача может быть какая угодно вообще у нас меня вот такая я суши давай так вот что не испортит наш салат вот это не испортит наш салат у меня здесь два вида как они по-русски называются льняные семечки и кунжут просто берем и посыпаем посмотри все просто витаминный взрыв так ну что пробуем давай ну давай с брокколи брокколи вообще без преувеличения очень вкусно прям множество каких-то вкус а смотри корочка мега мега вкусно мега полезно взрыв витаминов состав всех овощей можно почитать в интернете вот и кто на что куда кто сердце куда зрение все вкусно вот после того как попробуешь запеченную свеклу или свеклу совершенно не хочется в вареном видео есть так это мы попробовали это мега классно теперь осталось морковь морковь не реально вкусно песто просто какой-то роскошная ну слушай слушай какой итог итог такой что сегодня вечером все мои подписчики без исключения пойдут готовить запеченную морковь свеклу или свеклу и брокколи но настя из италии точно будет это готовить настя привет вот так что ну мега мега золотой ужин причем к мясу к рыбе брокколи к рыбе идеально свекла хорошо подходит к мясу любому там свинина говядина что угодно а собственно морковь морковь идеально может подойти каким-то фрикаделькам по нашему котлетам вот так что как бы на что фантазии хватит следующее видео значит пп правильно питание вот диета и все прочее и что мы в конец в конце делали так не забудь туда красным цветом а что колокольчик где с какой стороны с этой слева так короче это это значит подписываться а колокольчик что означало уведомление все короче мы свою программу выполнили и тогда до следующей среды